Если вы хотите посмотреть ролик в стиле всех сам ютуберов, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Вы знаете, меня часто в моих вот этих вот видеороликах, в комментариях, там возможно в моем телеграм-канале, возможно в моем твиттере, возможно на моей страничке ВКонтакте, мне часто говорят, мол, слушай, вот ты делаешь какие-то абсолютно, то есть не идеальные ролики, ты там не вырезаешь вздохи, а мы все их вырезаем, и вообще зачем ты все это делаешь? То есть это у тебя получается достаточно плохо. И я так подумал, то есть недавно я вырезал все-таки все эти вздохи, сидел там полтора, два, возможно, пять часов я сидел, просто все это делал, клепал, епта, как Папа Карла, и по итогу вот у меня получился ролик, который более-менее там что-то из себя представляет, который более-менее как-то может потягаться, там, знаете, где-нибудь с Кэмероном, возможно, с Майклом Бэем, возможно, с еще какими-то людьми. И вот мне тогда подписчики в комментариях сказали, мол, слушай, бля, давай ролик чисто со вздохами, чисто вот это вот. Я подумал, а какой смысл ролик делать чисто со вздохами? То есть, ну, в самом деле, давайте я лучше сделаю ролик в стиле вообще всех GTA-самп ютуберов, ну, вы сами понимаете, что у них просмотров много, а у меня мало, наверное, потому что я все-таки начал вырезать вздохи, и поэтому все это получилось именно так. Так вот. Сегодня, разумеется, я не стану шквариться, не стану, там, знаете, делать от бомжа до депутата, от бомжа до админа, и все вот это вот прочую залупу поебени, вот все вот эти штуки и прочее, мне это абсолютно точно неинтересно, и вообще я не за этим сюда пришел, не за этим я, знаете, отснимал 500 видеороликов уже там, то есть мне это абсолютно точно не надо, и я вообще против всего этого, потому что, ну, в самом деле, а зачем мне все это нужно? То есть я столько нарабатывал свою аудиторию, столько все это делал, и сейчас просто вот как-то все это перегородить вот этой вот хуйней, но я не хочу этого делать. Поэтому я сделаю ролик в обычном, таком, знаете, своем жанре, просто обсужу с вами какие-нибудь новости, и при этом особо, знаете ли, не вырезая все вот эти вздохи, вот. Значит, сегодня смотрите, как у нас новость. Ураган Хакаги вчера на стриме дважды умер в GTA San Andreas, поскольку с татуировками к концу прохождения игры может получиться перебор. Ураган провел голосование, в котором предложил зрителям выбрать. Он набивает тату, либо разыгрывает свою приставку PlayState, он 4 Pro на 1 терабайт. Нетрудно догадаться, в голосовании, конечно, победила плойка, которую блогер разыграет 11 июня. Вот. И то есть, что можно сказать по поводу этой новости? Ураган Хакаги это известный пропагандист алкоголя на GTA San Andreas в ютубе, который вбивает в молодые умы, вот, знаете ли, пропаганду, чтобы у нас население спивалось, а потом било, знаете, своих жен, возможно, детей, уходило из семей, разваливалось, семьи приходило в новые, семьи потом их тоже разваливало. В общем, много всего там есть. Что можно сказать по комментариям, вот, по данным новостным сообществам? То есть, многие пишут, мол, он пиздобол, а многие пишут, мол, он слился со своего челленджа, то есть, он заранее мог знать, что татуировок получится много, а сейчас он разыгрывает какую-то свою бэушную приставку, то есть, зачем это все надо? Это, как, знаете, выходить замуж не за девственницу. То есть, в самом деле, эта бэушная PlayStation 4, она кому вообще, в самом деле, нужна? На 1 терабайт, что можно загрузить на 1 терабайт? Один только Red Dead Redemption 2 весит 2 терабайта, а тут, а сами понимаете, то есть, Ураган Хакаги. Вот, исходя из всего этого, я, как бы, посмотрел, подумал так, и могу сказать, что Ураган Хакаги тут не особо молодец, потому что комментаторы под данным постом так сказали. Вот, я лично им, соответственно, верю, потому что, а если комментаторы так сказали, наверное, так оно и есть, потому что вот в этих вот, во всех изданиях, вот в этих во всех асамповских журналах и во всем, во всем прочем, в них сидят самые эрудированные люди, которым я действительно могу прислушаться. То есть, если они говорят, допустим, что какой-то GTA-самп-ютубер пидорас и хуесос, значит, он пидорас и хуесос. А если там еще что-то они говорят, то так оно и все и получается. То есть, если говорят, что Брулеву нужно удалить канал, то, разумеется, ему нужно удалить канал. Если они говорят, что Ураган Хакаги слился, то, разумеется, я как типичный какой-то GTA-самп-ютубер, ко всему этому мнению я примыкаю, вот. Поэтому я вот делаю нечто подобное. То есть, по итогу, новость, ну, абсолютно высосана из пальца, возможно, даже не из пальца, откуда-то там еще. То есть, этот вообще термин про высасывание из пальца вел мой дорогой коллега, мой дорогой друг Данте. И, в общем-то, у него все это получилось. То есть, он молодец, он круто сделал. А вот у Ураган Хакаги, у него не получилось вести свой термин. Поэтому, да, вот. И вот так оно все и получается по итогу. Хотя, может быть, оно получается и не совсем так. Я вообще, в общем-то, все это вникать не хочу, потому что вот эти татуировки, не татуировки. То есть, Владислав Павлов, а тот же самый, давно уже не может сделать свою татуировку. И, разумеется, ему нужно было самому до этого додуматься, что, допустим, если он не хочет набивать татуировку, сказать, мол, пацаны, я вот могу, в общем-то, сделать всякие прочие вещи, которые будут вам нормально. То есть, могу разыграть свой старый компьютер, могу разыграть свою квартиру, возможно, там, не знаю, женщину, которая меня бросила. Вот. И к Владиславу Павлову было бы нормальное отношение. А сейчас, то есть, ну, вообще непонятно, что, как бы, со всем этим делать. Ну, Ураган Хакаги, наверное, тут красава, потому что он разыгрывает, но не красава, потому что он слился. А Павлов, он не красава, потому что он не набил татуировку, и не красава, потому что ничего за это не разыграл. Я думаю, что тут все понятно. Ураган Хакаги полностью оправдан, или хотя бы частично. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Если хотите больше такого контента, похожего на других GTA-самп-ютуберов, то можете досмотреть данный видеоролик до конца, поставить либо лайк, либо дизлайк, а написать свой позитивный, возможно, комментарий, возможно, негативный комментарий. Я ко всей критике, знаете ли, прислушиваюсь только если она позитивная. Если она негативная, то вы, пожалуйста, ее не пишите, хотя нет, напишите, я ее удалю. Возможно, даже вас забаню. Геймплей данного видеоролика, хорошего ролика, он заснят на проекте Arizona Roleplay с сервером Phoenix. В описании под данным видеороликом есть мой никнейм Данте Коннор, по которому вы сможете получить себе на руки свой персонаж целых 300 тысяч вертов при достижении вами пятого игрового уровня. Вот, поэтому всем спасибо за просмотр. Также в описании хочу вам напомнить, перед тем, как вы ушли, вот, то, что у меня там есть свой телеграм-канал, в котором уже более 500 участников. Заходите, подписывайтесь, там все будет хорошо, все будет нормально, все будет классно. Можете свои комментарии по поводу ураганахаги дать внизу в комментариях, вот, и все будет у вас замечательно. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok